У меня в гостях не только очаровательная женщина и супермама, но еще и активный, целеустремленный и несгибаемый человек. Встречайте, Юлия Степанова. Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер. Ну, вот такой мы вас видим, вот так мы вас описали. А если бы вы сами себя описали, какие бы вы слова использовали? Энергичная, добрая, терпеливая. Ну и для того, чтобы зритель сам подобрал слова для вас специально, мы приготовили небольшой, разумеется, визитную карточку. По традиции, с этого и начнем программу. Юлия Степанова родилась в Таллине в 1978 году. Получив образование, юриста и, отработав три года по специальности, поняла, что это совсем не ее. Однако она неожиданно нашла себя в логистике и снабжении. Но судьба распорядилась иначе. Сегодня Юлия активно участвует в жизни некоммерческой организации «Особый мир», которая была создана в 2014 году родителями особых детей. Юля стала одним из соучредителей этой организации, так как ее второй ребенок — особый. семья же у нее большая. Четверо детей, собака, кот, рыбки. Два комплекта бабушек и дедушек, старший брат и друзья. Ну а теперь еще и 400 удивительных семей из особого мира. Эти удивительные люди вокруг и Вера — два неиссякаемых источника, откуда Юля черпает силы. Мечты же у нашей героини очень простые. Она хочет научиться ездить на велосипеде, неделю спать, пока не выспится, чаще ходить босиком, гулять и читать. Юлия признается, что все, что она сейчас в жизни делает, и есть ее увлечение и хобби. И в этом счастье. Юля, у вас четверо детей, у вас есть бабушки, а папа есть? Мужчина присутствует? Да, конечно, есть. Как вы с мужем отреагировали, когда вы узнали, что ваш ребенок особенный? Я так понимаю, что это произошло не сразу, не с рождения. То есть вы это как-то открывали постепенно, да? Да, у нас это был очень плавный процесс. Мы начали узнавать о том, что он особый, когда ему было полтора года. Но новые какие-то черты, его особенности мы узнаем до сих пор. Это очень плавный процесс. Нам повезло. У нас не очень сложный ребенок, поэтому все было как-то постепенно. И, конечно, у него есть младший брат, Погодка. Это тоже нас сильно отвлекало от всего этого процесса. Но все равно, как вы восприняли эту новость? Это было ужасно? Это была трагедия? Вы приняли это спокойно? Бывает и бывает? Это всегда очень сложно. И, наверное, этот процесс принятия у нас не прошел еще до конца, потому что у моего особого ребенка до конца не стоит диагноз. Я не знаю, как это будет в конце пути. Несмотря на то, что я работаю с родителями, рассказываю им, как это надо делать, я не уверена, что я этот путь до конца сама прошла. Это удивительно. Это очень странно. Это необычно. Но мы очень многому через это научились. Мужчинам сложнее принять такие новости, чем мамам? Разные бывают мужчины. Как правило, да. Как правило, мужчины воспринимают это на свой счет. Но практика показывает, что еще есть большое количество семей, когда мужчина принимает легко, но женщина не может справиться с ситуацией. Это все равно, как если бы мы хотели кого-то научиться плавать, хорошо плавать, и были бы нацелены на результат, но просто кинули бы человека в море, не дав ему инструкций. Собственно, это то, над чем мы пытаемся работать, оказывать поддержку этим семьям, потому что мы, в принципе, не знаем, что нам надо делать, когда мы становимся родителями. А если мы становимся родителями особого ребенка, то нам надо делать до раза больше. И мы не знаем, как это делать. Нам нужна помощь. И, к сожалению, женщины тоже часто очень эмоционально переживают этот процесс, и без помощи они могут мужчину оттолкнуть, несмотря на его приятие. А, ну да, я понимаю, что такая стрессовая ситуация. А много у вас матерей-одиночек? К сожалению, да. И не всегда это потому, что мужчина очень плох, и он покинул семью. Разные бывают ситуации. Ну, разные ситуации. Вы знаете, я когда наблюдаю за родителями особенных детей, мне кажется, это какие-то, ну, прямо герои. Они очень такие активные, они во все вовлечены, они стараются для детей, они участвуют в каких-то мероприятиях, организациях. То есть они... Меня действительно это очень восхищает. Мы потом попозже поговорим. Вот, да вот хотя бы проекты, о которых мы будем чуть позже говорить, которые вы организовали. Есть ли такая категория родителей, которые находятся в отчаянии, которые приходят и говорят, Юля, сил нет, вообще делать ничего не могу, не хочу, не понимаю, как себя мотивировать? Есть ли вот такие семьи? Очень много, к сожалению. И доходят до нас именно такие семьи. Кто-то, кто справился, может быть, уже и не придет. И наша задача в том, чтобы приходили родители, когда у них нет сил, и с удовольствием уходили от нас. Потом возвращались по мере надобности. Таких, у кого сил много, не так много. Вопрос такой. Вот вы, ваша организация действует в Таллине, и я так понимаю, что она связана только со столичными семьями. Как обстоят дела в регионах? Все-таки в Таллине попроще. Здесь и медицинское обслуживание, здесь и педагоги, здесь какие-то центры. А что в провинции остается делать родителям? В провинции очень тяжело, потому что семьи такие единичные. Есть же и деревни, где совсем маленькое население. Тогда нет специализированных детских садов и реабилитационных центров. Там очень тяжело. У нас есть своя закрытая группа в Фейсбуке. И там только родители и только члены семей. И мы там общаемся. Мы не выезжаем, конечно, на места. Мы приглашаем родителей со всей Эстонии, в нашей группе родителей со всей Эстонии на наши мероприятия. Кто-то приезжает, кто-то нет. Сейчас у нас в плане в следующем году открыть свое некоммерческое объединение в Идавируме. Мы сейчас ведем переговоры с кем-то мы могли там сотрудничать. Но мы сейчас дружим с теми некоммерческими организациями, которые там уже действуют. Там они тоже есть. Но, конечно, это проблема у нас общегосударственная, что в регионах родители не охвачены.